ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Учащиеся проживают каждое слово российского гимна. В детских глазах неподдельная искренность, патриотизм и ответственность. Хоть и на выборах президента страны они участия не примут. К гражданской позиции этих детей могут позавидовать даже взрослые. Школьники организовали тематический вечер выступления и агитации. Почему вы должны проголосовать именно за меня? Я не могу вам сказать, что если вы проголосуете за меня, то вы получите деньги. Это будет водку безбирателей. Но я скажу вам так, если вы не проголосуете за меня, то вы недополучите тысячу рублей. На первый взгляд кажется, что все это действительно предвыборная гонка. И дебаты тоже не отличаются от настоящих. Вот только возраст кандидатов немного смущает. Им всего лишь 11 лет. Стать президентом Великой Державы Беслан Шадьев не планирует. Но как управлять страной, знает. Ну, я боролся с наркоманией, чтобы никто не курил. Следили за своим здоровьем. Первым делом. А еще что? Второе. Убрал бы все фабрики, которые издают не злобный запах. Следил бы за морями, за реками, чтобы их не загрязняли. Мероприятие посвящено выборам Российской Федерации 2018 года. Любой человек России, достигнутый 36-летия, имеет право баллотироваться президентом. Каждый человек должен сделать правильный и важный для себя выбор. Как и должно быть, у каждого кандидата здесь своя подготовленная речь. Пока одни хотят повысить качество образования и медицины, другие вовсе требуют ввести в программу уроков просмотра мультфильмов. Члены жюри, а это избирательная комиссия республики, остались довольны выступлением, ребят. Ваша задача, ребята, это организовать ваших членов семьи, которые могут голосовать, прийти с ними на участок и повлиять на своих близких, чтобы они приняли участие в выборах 18 числа. Именно дети такие мероприятия проводят не случайно. Организаторы считают, что в раннем возрасте ребенку надо прививать чувство долга гражданина страны и необходимость участия в судьбе государства. Также школьники представили на суд жюри свое творчество рисунки на тему выборов. К конкурсу рисунков дети подошли со всей ответственностью. Каждый ребенок изобразил то, каким он видит будущее страны, своего региона, словом выборы 2018 года. На картинках богатое детское воображение и даже иллюстрации из мультиков. Члены жюри ознакомились с каждым их творением. Настолько по-взрослому подошли к этому мероприятию. Во-первых, такое ощущение, что дети все знают о выборах, о системе, о избирательной системе. Дети были подготовлены. Нам очень многое понравилось в этом. И выборы, которые дети провели, это как тренировочное мероприятие по выбору президента Российской Федерации. Было все очень красиво, очень хорошо. Мы очень довольны остались. Конкурс рисунков «Выборы глазами детей» был объявлен в январе этого года. В нем приняли участие все избирательные участки. Ну а итоги подведут сразу после выборов президента страны. Лена Цычоева, Абаш Гойгов, Новости 24.